Подготовка к фестивалю «Рок на Волге» стала настоящим испытанием для организаторов. На баржу, которая двое суток стояла в речном порту, погрузили несколько тонн звука, света и опорных конструкций для музыкальной площадки. Чтобы соорудить настоящую сцену на барже, специалистам потребовалось около 48 часов. За столь короткий срок они сумели построить площадку для музыкантов, установить звуковое и световое оборудование, а также протянуть интернет. Можно с уверенностью сказать, что уже совсем скоро над «Волгой» прозвучит настоящий тяжелый рок в исполнении любимых групп «Сплин» и «Би-2». Перед тем, как перегнать баржу на вторую очередь набережной, водолазы обследовали дно «Волги» и очистили его от мусора. После этого дайверы протянули под водой проводной интернет для онлайн-трансляции концерта. Было много споров, хотели разными способами, но проводной интернет – самый лучший интернет в нашей стране и по всему миру проводили через воду. То есть водолазы разматывали бухты по дну и нам давали интернет на баржу. Спустя несколько десятков часов, ушедших на подготовку, на баржу приплыли музыканты и ведущий фестиваля, участник культовой группы «Аукцион» Олег Горкуша. Когда яркое солнце стало уходить за горизонт, на музыкальную площадку вышли первые участники фестиваля. На «Волге» звучит рок, а это значит, что концерт начинается. На сцене группа «Сплины» и ее бессменный лидер Александр Васильев. Музыканты представляют песни из своего нового альбома, а также исполнят бессмертные хиты. Выступление продлится около полутора часов, после этого на сцену выйдет группа «Би-2». Питерская команда раскачала не только виртуальных зрителей, которых показывали на большом экране, но и многотонную баржу. С наступлением темноты на сцену вышли музыканты «Би-2». Выступление группы «Би-2» подходит к концу, заканчивается и сам фестиваль «Рок на Волге». Но всем нам хочется верить, что в следующем году мы увидимся с любимыми артистами не в формате онлайн, а вживую. Из всех концертов, которые у нас происходили в течение четырех месяцев онлайн-концертов, это, наверное, самые яркие с точки зрения... Чтобы мы первый раз за четыре месяца выехали куда-то. Концерт с участием групп «Сплины» и «Би-2» посмотрели более шести миллионов человек. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Константин Головин. Константин Головин. Константин Головин.